Отношения имеют женскую природу. Это женская энергия отношения. Женская энергия. Глубокие отношения — это женская энергия. Куда вкладываете энергию, там и будет хорошо, женщине. Но так как обязанность женщины вкладывать энергию в семью, поэтому там всегда тяжелее. В семье тяжелее вкладывать энергию, как будто она в бездомную бочку уходит. Ты вкладываешь, а лучше не становится, потому что ещё надо знать, как вкладывать. То есть первый опыт отношений показывает женщине, что надо изучать, как строить отношения. Что на самом деле есть две стороны медали отношений с мужем. Первая сторона — это верность, преданность мужу и забота о нём. А вторая сторона — это отстранение от него и воспитание его. Твёрдость по отношению к нему, неприступность и желание, чтобы всё было правильно. Ведь женщина, с одной стороны, очень нежная, а с другой стороны, очень твёрдая. Если у женщины только вот эта сторона, её вообще никто любить не будет, она не сможет семью создать. А если только вот эта сторона муж наглеет? Эти две стороны — это результат духовной жизни женщины. Когда женщина духовно развивается, она становится сильной, как Личность. У неё гармоничное развитие идёт. И если женщине плохо дома, означает, что её жизнь идёт не по правильному руслу, течёт в неправильном направлении. Она в сердце чувствует что-то не то в её жизни, что-то не то. Вы чувствуете это? Чувствую. Но даже женщины часто, которые хорошо дома, они всё равно чувствуют что-то не то. Потому что если дома нет алтаря, нет Бога, значит, не священное место. Место, в котором бардак. Вот нельзя сделать дом, женщина хочет чистоту в доме. Самая чистая атмосфера в доме, когда есть там алтарь святой, святость — это самая чистая. Святость — это самая чистая. В доме, в котором нет алтаря, нет святости. Пришла домой, а там святость есть. Люди сейчас поклоняются телевизором. Там, где алтарь должен стоять, там стоит телевизор. И приходят домой, вместо того, чтобы к алтарю идти, к Богу, с Богом общаться. Внутреннюю жизнь строят, они включают и смотрят всякую гэ. Смотрят гэ. И потом на сердце так же радостно. Вроде бы внешне радостно, а внутри гэ. Это означает неправильная жизнь, неправильно построенная жизнь.